МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре десятилетия плодотворной, ответственной, эффективной работы – это повод подводить итоги сделанного, намечать планы на будущее и, конечно, принимать поздравления. Накануне юбилея поликлиники номер 5, Центра охраны материнства и детства, коллектива учреждения, коллеги и руководители сказали самые теплые слова. Врачебный рапорт начался на торжественной ноте. Сегодня юбилей вашей поликлиники. 40 лет. Это действительно самая крупная поликлиника в городе. Вы всегда очень квалифицированно, очень грамотно выстраиваете свою работу. У вас дружный врачебный коллектив. Я от всей души поздравляю вас с юбилеем. Желаю, чтобы вы развивались. С днём рождения! Спасибо. Спасибо вам. И такой вот букет для вас. Хочу вам в ответ сказать, что да, мы большая поликлиника, но благодаря Центру охраны материнства и детства, который мы влились в 2020 году, я надеюсь, что мы ещё больше будем процветать. Три филиала, 26,5 тысяч детей, 27 педиатрических участков. Такой является детская поликлиника номер 5 сегодня. Ровно 40 лет назад, когда история медучреждения только начиналась, всё выглядело совсем иначе. Нелли Кукуриевна Долидзе, заведующая отделением организации медицинской помощи, несовершеннолетним вспоминает. Её молодого специалиста перевели сюда работать вместе с участком из поликлиники номер 8, которая сегодня является четвёртой. 1 апреля 1984 года есть приказ об открытии нашей поликлиники. Знаете, тогда это был вообще-то новый район совершенно, напротив домов не было. Был большой пустырь, и за ним старая магнитка. И как бы, ну, немножко было как бы на окраине, можно сказать. Город потом вот южнее стал застраиваться. Когда открыли, это было приспособленное помещение, это было всё временно. Нина Борисовна Юрченко была главным педиатром, и она нам говорила, ну, это временно, то, что дали сейчас. Это временно затянулось на 40 лет. Поликлиника крепла и развивалась. Вместе со строительством новых микрорайонов росло количество юных пациентов, прикреплённых к учреждению. А значит, росла потребность более качественной, оперативной и высококвалифицированной помощи. Свои четыре десятка поликлиника номер 5 встречает идущие в ногу со временем. На сегодняшний момент у нас три педиатрических отделения. Это на Ленина 150, Калмыкова 14 и Советская 199-201. Вот именно этому зданию на Ленина 150 в этом году 40 лет. Очень хорошие специалисты, медицинские работники, медицинские сёстры, врачи. Я очень горжусь своими сотрудниками, нашими сотрудниками. Здесь очень хороший коллектив специалистов, опытных, профессиональных, умных, талантливых. Об основе организации и её коллективе много рассказала и главный врач Центра охраны материнства и детства Марина Виноградова. Она уверена, в квалификации каждого следует отметить, в пятой поликлинике один из самых укомплектованных коллективов. Здесь трудятся 217 специалистов высокого уровня, в том числе 29 врачей. Прежде всего, надо сказать о руководителе Яковлевой Ирине Владимировне. Она очень опытный педиатр, внимательный, квалифицированный. Она отлично справляется со своей работой. И в своё время, когда была эпидемия ковида, она работала в ковидном госпитале. Пономарёва Галина Михайловна умеет найти общий язык с родителями и с детьми тоже. Профилактическая работа не только поликлиники, но и всего Центра охраны материнства и детства держится на налегу к уровню. Ведь, действительно, это очень большие программы по организации здорового образа жизни, российские недели профилактики по различным заболеваниям. Нелли Кукуревна откликается сразу. Нелли Кукуревна организует и общественную работу в поликлинике. Здесь жизнь бьёт ключом. Экспектива Людмиле Леонидовна. Ну, здесь два в одном. Она как и педиатр опытный справляется с отличной своей работой, так и узкий специалист, лор-врач. Это, наверное, самая востребованная специальность, потому что для детей характерно то, что у них больше всего страдают лор-органы при респираторных инфекциях. Людмила Леонидовна, она кроме амбулаторной работы и дежурит в стационаре. То есть это надо обладать достаточно высокой квалификацией, чтобы суметь оказать помощь более тяжёлым детям. Людмила Пехтелева, о которой упомянула Марина Виноградова, помимо всего руководит педиатрическим отделением одного из консультативно-диагностических отделений поликлиники, расположенном на Калмыково. В подразделении наблюдается 6,5 тысяч детей. Наша поликлиника в 2020 году влилась в состав детской поликлиники номер 5. Гордимся мы тем, что у нас последние два года произведён колоссальный ремонт. И все, кто у нас были, все это отмечают, и родителям очень нравится. Гордимся мы тем, что у нас на сегодняшний день самая большая численность врачебных и фельдшерских кадров. Укомплектованность нашей поликлиники на сегодняшний день лучшая в городе. Я, конечно, люблю свою работу, очень люблю своих пациентов, маленьких. Работа с родителями, конечно, сложная, но маленький пациент никогда не обманет, никогда. Всегда написано всё на лице, все эмоции, все ответы. Поэтому, да, я очень люблю и очень рада, что в своё время у меня судьба толкнула в педиатрию. В основном здании пятой поликлиники располагаются сразу несколько отделений. За каждой дверью пациентам готовы оказать высококвалифицированную помощь. Например, здесь приём ведёт кардиолог-ревматолог Ольга Минченко. Про таких докторов говорят. Штучный специалист. Она работает в поликлинике с мая 2009 года. Сначала пять лет трудилась участковым педиатром, затем прошла профессиональную переподготовку. Доктор без преувеличения называет свой кабинет мини-кардиологическим центром. Здесь проводят УЗИ и ЭКГ-диагностику детям сердечно-сосудистой патологии. Проводим, значит, УЗИ-диагностику и ЭКГ-диагностику. Ну, плюс кардиинтервалограмму мы проводим и реоэнцефалографию тоже проводим. Если наш диагноз требует дальнейшего какого-то обследования, то мы направляем в федеральные центры города Челябинска. На учёте у специалиста на сегодняшний день состоят 450 детей. Многодетная мама Евгения Дубровина с младшей дочкой на приём приходит регулярно. Она рассказывает, стены поликлиники для неё родные. Сама наблюдала здесь ребёнком. Хожу я сюда с самого естественного детства, как мы переехали в Арченикизовский район. Это, наверное, с 90-х годов мы сюда ходим. Непосредственно я сама ходила, мои сёстры и брат. А теперь ходят мои дети. Отношения всегда доброжелательные, что к детям, что к родителям. С Маргаритой мы ходим сюда непосредственно в кабинет ревматологии и кардиологии уже 5 лет, потому что у нас проблемы со суставами. Приходится нам сюда приходить очень часто. В кабинете врачи в этом очень хорошие, добрые, отзывчивые, всегда идут на помощь. Гульнара Алоярова ещё один молодой и перспективный специалист. Оказалось, что она в этом году, в эти же дни, тоже отмечает свой юбилей. Коллеги не смогли пройти мимо такого события. Дорогая Гульнара Карбангарина, мы вас поздравляем в этот день с вашим днём рождения, с небольшим молодым юбилеем. Мы очень счастливы, что вы находитесь в стенах нашего коллектива, в детской поликлинике. С юбилеем. Спасибо, я очень рада. Я вас всех очень люблю, люблю свою работу, люблю свою поликлинику. Гульнара Алоярова – врач ультразвуковой диагностики. Она проводит детям весь спектр обследований, даёт оценку состояния системы органов детского организма. Здесь проводится обследование детей от 0 до 18 лет. Узи брюшной полости, почек, нейросонография, тазобедренные суставы, костно-мышечная система. В общем, почти все исследования. Гульнара Карбангалеевна рассказывает, мечтала стать врачом с детства. В больнице работали тётя и сестра. Её дети сейчас также растут в медицинской семье. Муж доктора трудится сосудистым хирургом. Мы с мужем видимся утром, когда завтракаем, и в 8 вечера, когда он приезжает с работы. Но нам всегда есть о чём поговорить. У нас одинаковые интересы, медицина. Работают в поликлинике немало стажистов. Среди них Валентина Дмитриевна Пленару. Она трудится медицинской сестрой в кабинете физиотерапии. 4 десятилетия. Пришла сюда через 4 месяца после открытия поликлиники. Помнит, с чего начиналось развитие их отделения. Да, оборудование было другое. С нами сначала делились. Я помню, как открывала кабинет, мы ездили все в больницу за аппаратами. Валентина Дмитриевна рассказывает, она и не думала никогда о смене сферы деятельности. Да и зачем что-то менять, если работа любимая и коллектив дружный. Ой, у нас очень хороший коллектив. Мы дружно работаем, всегда у нас взаимозаменяемость. Вот с этим вообще повезло очень. Все 40 лет, даже как-то так. Ну, это вторая жизнь, можно так сказать. Меня и замуж отсюда отдавали. В общем, дети наши выросли все вместе. Мы знаем детей. Сейчас уже внуки растут. В кабинете физиотерапии детям проводят лечебно-восстановительные процедуры с использованием самых разных физических факторов, таких как тепло, свет, вода, ультразвуковые волны, электрическое и магнитное поле. Я считаю, что это самое важное в лечении детей, помощи в лечении детей, но особенно реабилитации. Что делает у нас физиотерапевтическая служба? То есть она помогает вылечить детей гораздо быстрее. Сокращается срок лечения и меньше расходуется, конечно, в лечении препаратов. А самое главное, наверное, мы стараемся заниматься реабилитацией детей, что немаловажно, чтобы они у нас меньше, наоборот, болели. На участках в поликлинике ведут приемы в основном фельдшеры. Они в системе детского здравоохранения – основная боевая единица. Специалисты должны в совершенстве владеть такими дисциплинами, как лечебное дело и неотложная помощь. Ольга Бруснецова трудится в поликлинике со 2 февраля 2002 года. Своей работой гордится. В мою работу включается ведение приемов маленьких пациентов, осмотр, обслуживание вызовов на дому, ведение диспансерной группы, заполнение карт амбулаторных. Важно, наверное, отношение в первую очередь к родителям, соответственно, и к ребенку. Ну, улыбки, подход. Немножко можно и пошутить, где-то там с ребенком поговорить. Несмотря на большую загруженность, непростой график работы, медицинские специалисты находят время для себя, своих семей и увлечений. Среди докторов в поликлинике немало настоящих талантов. Они в разное время становились героями наших сюжетов, перечислим лишь нескольких. Что тебя беспокоит? Расскажи. Каш. Сколько дней болей? Сто недель еще. Лор-врач Ольга Елисеева в работе пользуется самым современным оборудованием. С помощью лор-комбайна выполняет целый спектр исследований. В обычной жизни она орудует другими инструментами. Из самых необходимых ей шуруповерты, дрели, молотки и рубанки. Ведь все свободное время доктор посвящает работе с деревом. Своими руками она делает настоящие шедевры. Среди них скамьи, вешалки из массива в стиле лофт, эксклюзивные кашпо. Ее коллега-врач-офтальмолог Ирина Абаимова поражает коллег, друзей и знакомых кулинарным мастерством. Ее увлечение – приготовление желейных тортов. Тонкая работа требует терпения, умения и любви. Отдельный повод для гордости поликлиники – отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. Оно самое большое в городе. Медицинские специалисты трудятся в 13 школах, 25 детских садах. Помимо основной деятельности в медучреждении ведется активная пропаганда здорового образа жизни. Организуются акции, профилактические мероприятия, в том числе флешмобы и яркие праздники для детей. Большая работа ведется по информированию родителей о необходимости вакцинации. За эту работу, опять же, отвечает Нелли Долидзе. Она не устает напоминать мамам и папам, насколько негативными могут быть последствия отказа от прививок. Ее труд, что важно, дает плоды. Инфекции не терпят такого к ним легкомысленного отношения. Надо всегда о них помнить, защищаться. И, конечно, самое эффективное средство защиты – это вакцинация. Что бы ни говорили противники вакцинации, самое эффективное, самое безвредное средство – это иммунопрофилактика, это вакцинация. Работа с детьми и родителями длиной в 4 десятилетия. С одной стороны, серьезный срок, с другой – только начало. У коллектива есть опыт, есть серьезный потенциал и намечен вектор развития, значит, история продолжается. Хочется поздравить наших дорогих врачей, администрацию поликлиники с таким большим праздником. Пожелать им здоровья, поменьше больных пациентов, побольше всех, чтобы были здоровы, чтобы хорошие были зарплаты, чтобы были обеспечены всем необходимым наши дорогие врачи. Все, что в мире появляется новое, чтобы у них все это всегда было. Очень хороший коллектив, грамотные специалисты. Я желаю процветания. Дорогие наши врачи, мы поздравляем вас от всех посетителей поликлиники. Желаем вам здоровья, успехов, счастья, естественно, в семейной жизни, потому что это немаловажно. Новых достижений, новых открытий. Если что-то заболело, чувство страха и одолело. Ты душой крепишься, плачь, в деле том поможет врач. Хочу пожелать всем здоровья, хорошего настроения, трудовых успехов. И хочу пожелать все-таки вот, чтобы пришли к нам врачи, фельдшера, мецестры. Приходили, не боялись. Мы с вами отвечаем за здоровье 26 тысяч нашего детского населения. Я хочу вам пожелать, чтобы наш коллектив был всегда дружным. Счастья вам, счастья ваших семей. Всего вам хорошего. С днем рождения, поликлиника! С днем рождения, поликлиника! С днем рождения!